В этом учебном году пять столичных школ ввели факультатив по основам финансовой грамотности учащихся. Что дают эти занятия и чему научились школьники? На одном из уроков побывала Юлия Важенина. Как заработать на жизнь? Этим вопросом задается большая половина россиян. А учащиеся 48-й столичной школы знают ответ. За 45 минут урока ученики прямо как в игре «Монополия» продавали и покупали ресурсы, а также товары и услуги. Задача была понять, какие отношения складываются между домашними хозяйствами и бизнес-фирмами на рынке. Итак, какие виды ресурсов существуют? Три типа. Обязательно в эту игру включается и государство. То есть они должны понять взаимоотношения между тремя субъектами экономики. Игра – самый лучший способ закрепить материал, когда ты не просто слушаешь, но и сам принимаешь участие, схватываешь просто на лету. Эта игра на самом деле помогла мне понять принципы работы и производства товаров и услуг. И теперь в следующий раз, если я захочу стать бизнес-леди, я вспомню эту игру. А заниматься бизнесом Таня планирует в сфере энергетики. Кстати, по итогам деловой игры каждый участник точно знал ответ на главный вопрос. Чтобы заработать на жизнь, нужно заняться бизнесом или инвестировать в каким-нибудь компаниям. Факультатив по основам финансовой грамотности в этом году ввели в пяти школах Чувашием. Только на учебные пособия из республиканского бюджета выделили более 10 миллионов рублей. Мы считаем, что такой предмет нужен во всех школах. Мы участвуем в этом проекте уже не один год. В рамках этого проекта проводятся занятия, проводятся встречи с представителями банков. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.